привет это инспектор зож петербурге я почти 20 лет не стрелял ни из какого оружия но сегодня у меня предоставил такая возможность мы приехали на тренировку по стрельбе училище олимпийского резерва номер один вместе с нами сегодня будет ее проводить тренер училище олимпийского резерва анатолий михалыч кораблев михалыч первым для самых вопрос из какого оружия можно здесь пострелять у вас только из пневматического только снимать и винтовка пистолет винтовка пистолет многозарядный пистолет это правило безопасности да таки подосматривает наш тир просто не раз не предназначен для какой-либо другой стрельбы не дистанция не меры безопасности но тем не менее в вашем теле можно много чудо тренировать то есть вас тренируются же такие спортсмены уже у нас тренируются спортсмены учились олимпийского резерва соответственно люди которые показывают уже какие-то достаточно серьезные результаты вы можете слышать да как стреляет сверху спортсмены у вас два уровня как я понимаю да ну да да чтобы побольше народу поместилось так вот сейчас мы стоим на первом этаже да где вот можно стрелять я вижу такая движущая мишень здесь вот движущаяся мишень можем продемонстрировать давайте посмотрим пойдет это пока еще медленно это как это так это пневматическая винтовка это да эта винтовка специально для стрельбы по движущейся мишени почему именно специально подъезжите за счет чего оптический прицел так соответственно все она совсем иначе устроена ну можно показать по неподвижные мишени по неподвижным как видите они без обещания развела так как правильно брать винтовку давайте начнем вот с это если мы будем след подвижные мишени подвижные мишени давайте выстрела сейчас не будет и а почему ну потому что я ее не заряжаю сейчас только щелчки будут ага пульки я не вставляю я даже не брал их воздух не заправлял просто изображение примерно так так а вы специализируетесь именно на пистолете на пистолете да да так а сейчас там подойдет тренер по нет она тренера по пистолету просто она это ее специализации спортивная на мастер спорта международного класса именно поэтому а сколько вот винтовку весит до четырех с половиной килограмм до четырех с половиной килограмм слушать с половиной привычки то чувствуется да так хорошо так а мы можем до взять пульки попробовать а вот эти здесь пульки пульки пневматика да такие как шайбочки так теперь что запускаем мишень да она сама поедет так смотрим результат да пока чуть-чуть улетела это надо первых это первый выстрел да сделала поправку вот когда вторая десятка десятка да не прогибайте вам еще вести придется так так что ты нет главное чтобы не не закрывал это класса так итак мой первый выстрел подойду посмотрите потому что его даже не попал что вы попали просто я пытался правую справа совмещать но видимо где-то она улетела куда-то если я стрелял в кабана кабан был уже так так не видно честно сдали пульки вставлять так шмел моторика всегда да это тоже кстати так закрывается ага вот наверх между так я же где-то увидел дата вода но ведь сложновато так конечно с непривычки совмещать вот именно потому что я и удерживать и движения в этом отношении наверно все таки пистолет и классическая винтовка проще проще то есть мы начали самого сложного получается ну чисто когда с нуля туда наверх мы пришли наверх да тут у нас ребята занимаются по неподвижным мишеням ты ли ну это как бы медленные стрельбы это классическое пневматическое упражнение пойдем подойдем так эту пистолета до пневматические пистолеты обычно российского производства на таком уровне которым занимаются ребята уже не используется это как бы на натянной подготовке и же ну как всегда обычно немецкая техника лучше оказывается хотя есть и итальянские то есть один стреляет по бумажным мишеням второй значит по аскору на это только как тренировочный вариант это пятизарядный пистолет в отличие он полегче не дает полегче винтовка легче конечно и одного килограмма 400 грамм ровно и мушечка посередине в строге с плечиками и где-то надо закрывать это там ушка это черный круг нет ниже черного круга вот сюда нет это у вас потолок не спешите спокойненько ластой будет выбрать то есть муж когда мужичка в роли мишени ниже в дар ниже ниже черного круга ниже значительно ниже черного круга даже я куда-то попал ничего себе даже в восьмерку попал но надо же то есть из пяти выстрелов три у меня улетели один попал у меня зацепил восьмерку прошли не считается это побольше и один рядом с кругом зацепился вот так что видите я пробоины морда 2 пробоины просто немножко по-другому подошел правильно встал правильно взял дольше выцелил ну что получилось восьмерка это мне награда все у нас остался последний вид стрельбы мы будем из этого пистолета стрелять по пяти мишеням то есть ничего не будет сейчас ездить но от этого легче не будет нам зеленый фонарь и погасит прошло 10 секунд а это такой опять загорятся правой таймер а так надо что закрыть мишени как биатлоне при попадании в мишень там мишень девятка девятка то что значит это пистолетная девятка так даже не по 9 а 9 и 5 на самом деле то есть каждую у нас давно уже стреляют каждую габаритра делит на 10 частей так и получается что такое 9 и 5 это просто половина девятки отделено вот туда попал загорится зеленый фонарик вот там маленький надо мишень надо мишенью текани где 5 красных так вот если не попасть то сгорит с красным ну вот железку внутри попадаю иногда но она не срабатывает да но трудная тло никогда габарит не прошел но не совсем ну вот пойдемте пойдемте посмотрим пойти вблизи посуды мишень который мы сейчас будем стреляют это по звуку чувствуется куда попал а значит пластмасса одно железка другое а надо попасть туда а вы подали в железку сюда попадал в железку туда ну их тут много тут набита попасть сюда надо попасть вовнутрь да но это не просто честно говоря вам охотно и потому что это если вот отсюда мы стреляли бы до 10 метров попробую да тоже хочу поправился пожалуйста рекомендую единственное что сразу же заранее вынести если вы помните как куда вы там попадали в основном вверх значит соответственно пониже по ней же опусти да да я думал движущими все быть самое сложно оказалось что это так берете и вот так вставляете вот так и до конца до конца и потом все данного того же готова так встаю также ногами да 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 вот я отключил меня вот все про я включил я ниже да должен вот подождите зеленые фонари загорятся конечно не успел последний по моему уже был как вы стреляли знаете куда куда нет это несколько дальше это вы по два последних выстрела сделали один сюда 2 сюда то есть улетел за сегодня рука уж на хотя бы так дернули зеленую куда хотел я сюда ну да это достаточно самое сложное кстати упражнение гораздо сложнее чем движущая мишень позовем человек который покажет нам как загорается зеленая даму немножко сначала дадим ему шанс сделать его и пристрелку причем здесь эта установка устроена следующим образом что вот если во внутреннюю железку попасть и потом она по и по и как рикошет как-то те габариты которые проходят на биатлоне здесь не засчитает не защита не засчитает даже касание здесь по за касание железки внутренней железки уже не засчитает за попадание алексей будет еще сложнее ну давайте посмотрим на носим глазах сейчас даже я не знаю попадет не попадет но что-то думаешь и попадет рука в кармане шторка все в порядке я увидел три зеленых фонарика три зеленых алексей почему два красных это что рука не попал или дёрнулся давненько не стрелял но это достаточно хорошие но учатся алексей еще одну обойму зарядил я думаю сейчас пойдет на рекорд мы не занимаемся специально это у нас как тренировочный такой момент мы конкретно этим упражнением не занимаемся и даже малокалиберным за спешил ничего было спасибо большое вам показали удачи тут я сейчас положу пистолет алексей пострелил я пострелял и наш даже видеооператор вот николай сейчас положит камеру после этого тоже пострелять он тоже не держался потому что стрелять любят все не все умеют но любят но все любят и вообще общее впечатление от стрелкового тира вор номер один у меня только исключительно положительные общая оценка 25 баллов максимальная вот а сейчас я завершаю и даю пострелять нашу видеооператором уже не терпится